Владимир Беляков Владимир Беляков Владимир Беляков Владимир Беляков И усилия в рамках того, чтобы в России, в Казахстане сделать футбол лучше, правильнее. Не иллюзию футбола, какая она есть, а настоящий футбол. Думаю, что определенные успехи у нас будут и очень скоро. Вчера вечером вышла новость на ленте Кастага со ссылкой на газету «Диапазон». Под таким лидом Самат Смаков получил право купить футбольный клуб «Акту-Б». Вы знаете что-нибудь об этой ситуации? Да, конечно, я слежу за этой ситуацией. Я вообще хочу сказать, знаете как, сначала о частном. Да, действительно, вчера конкурс прошел. По моей информации, его выиграло некое физическое лицо. Значит, по моей информации, оно аффилировано с Саматом Смаком. То есть он как был, так и будет управлять клубом. Область как финансировала, так и будет финансировать. Но вот от частного я хочу перейти с вашего позволения, Владимира, к общему. С 2016 года вот «Шахтер Караганда», потом «Аурдабасы», «Атырао» – много клубов уже переданы в доверительное управление. Но у меня вообще вызывает сомнение сама эта схема передачи в доверительное управление. Что это значит? В рамках моего понимания права, это вообще сомнительная, мягко говоря, а грубо говоря, незаконная вещь. Почему? Потому что закон о госимуществе, республика Казахстан, статья 72-я, перечисляет договоры о передаче госимущества. Вот там часть 2-я, значит, доверительное управление, как форма договора. Государство передает имущество. Но у нас-то оно его передает еще и с финансированием. То есть ничего не меняется по сути. Знаете, когда сделка совершается не для того, чтобы были реальные последствия, она вообще-то является мнимой. Здесь нет реального намерения передать управление и так далее. Та же самая ошибка была и в других городах. Это не особая ситуация. Можно даже сказать, что «Актобе» пошел по проторенной дороге другими клубами. Но то, что они совершили эти ошибки, вряд ли является оправданием для той ошибки, которая может быть совершена здесь. Почему? Потому что статья 94.2 вот этого закона о госимуществе прямо указывает, что доверительное управление госимуществом, в том числе с правом выкупа, не является формой приватизации, а всего лишь его предварительной стадии. А откуда ноги растут? Ноги растут от постановления правительства о некоторых вопросах приватизации 2016-2020 год и указан список объектов, в том числе футбольный клуб «Актобе». Но эти объекты должны быть приватизированы. А доверительное управление, вот шахтер на 10 лет, 16 плюс 10 – 26 год. «Актобе» на 7 лет, 18 плюс 7 – 25 лет. 25-й год. То есть на самом деле постановление-то не выполняется, объекты не приватизированы до конца 2022 года. Но все эти годы, если я правильно понимаю, финансирование клуба будет осуществлять все равно бюджет. Ничего не меняется. Все как было, так и будет. Зачем тогда это надо? Чтобы выполнить законное требование. Потому что если объект надо приватизировать, а вы его не приватизировали, вы его должны ликвидировать. А никто не может позволить ликвидировать футбольный клуб, который имеет болельщиков. Ну, такая логика у самих вот этих идеологов вот этого передачи в доверительное управление, начиная там с 16-го года. Хотя я считаю наоборот. Я считаю единственным спасением для профессионального футбола как в России, так и в Казахстане. Тотальный государственный запрет на любое финансирование государственное, квази-государственное. Профессиональный футбол. Живите на те деньги, которые сами способны заработать. Вот строить объекты для стадиона, манежи, поля для детско-юношеских школ, финансировать детско-юношеские школы. Это функция государства. А профессиональный футбол. Насколько болельщики вас любят, настолько вы и финансируетесь. Вот меня все ругали в 16-м году за то, что мало зрителей ходило на стадион. Но даже из документации к этому конкурсу, к торгам, следует, что в 16-м году было продано билетов на 60 миллионов тенге, а в 17-м болельщиков было больше, а выручка 22 миллиона тенге. В этом году, я уверен, выручка тоже маленькая. Вот для чего государственному клубу проводить матчи с бесплатными билетами, то есть без выручки? Кто распоряжается? Почему, с одной стороны, государство вас финансирует, а с другой стороны, вы вот так вот по-барски, я директор клуба, я решил, что я сделаю бесплатный популизм дешевый. За чей счет банкет? За счет государства? За счет народа? Скажите, а сегодня профессиональный футбольный клуб может выжить без дополнительного финансирования стороннего? Конечно. Ну, смотрите, я же в свое время, еще в федерации, работая генеральным менеджером, предложил пятилетний поэтапный отказ от любого государственного финансирования. Я вам рассказал, кажется, лесенка. Первый год, допустим, 2,5 миллиарда, и каждый год сокращаем на 500 миллионов, и в конце пятого года государственное финансирование ноль. Все, выживайте как хотите. Мы в 16-м году заработали 132 миллиона тенге, плюс там доходы, которые уже пришли в клуб, там за трансфер Покатилова из Ростова в Кайрат бонус. Ну, то есть мы заработали, несмотря, ну, вы знаете, какое было тотальное противодействие и, можно сказать, саботаж любым инициативам. Но мы заработали эти деньги, значит, оно работает. Можно было, только тот фан-шоп, который мы не открыли, принес бы, по моим расчетам, еще от 80 до 120 миллионов доходов, не доходов, извините, ну, это маржа, то есть за вычетом расходов, 200 миллионов. То есть все работает. Потом затраты тоже надо регулировать. Ну, например, мы в 16-м году реально потратили на содержание команды миллиард 300. В прошлом году, опять же, по данным, 2 миллиарда 200. В этом году 2 300. Вот заняли в прошлом году девятое место, в этом году седьмое. Ну, заняли бы не... У нас 42 очка, и мы заняли седьмое место. Ну, а 36 очков нам бы хватило, чтобы не вылететь. А 6 очков стоят больших денег? А зачем их тратить? Мы ставили бы задачу просто не вылететь в этом году, но потратить не 2,3 миллиарда, а там 1,3, а на оставшийся миллиард закрыть все долги, рассчитаться все. В 19-м году у нас был бы клуб «Конфетка» без долгов. Туда и инвесторы пойдут, потому что есть ясность, прозрачность и так далее. Но это руководство и в этом году, и в прошлом году, они этой задачи не решали. Я считаю, что они подводят руководство области, они подводят людей, доверивших им эту важную задачу. Они неправильно расставляют стратегические приоритеты. Вот эта проблема, ну, сейчас раз есть лицо выкупившее, оно вроде как должно закрыть все долги. Я сомневаюсь, что это будет так. Я думаю, что это опять будет какая-то схема. Схема, которую вот руководство клуба будет пытаться провести, чтобы, ну, грубо говоря, перехитрить тех, кто финансирует клуб за счет государственных средств. Судя по вашим словам, у вас такие достаточно напряженные отношения с нынешним руководством футбольного клуба «Октуба», это так или нет? Да, конечно, я и не скрываю, что у меня личная неприязнь к господину Смакову еще с 16-го года, потому что мы, это моя самая, у меня две большие ошибки за время работы в клубе. Вот самая большая, это то, что все-таки я взял в клуб сама Такобировича, хотя мнения были полярные. Кто-то говорил, обязательно возьми, кто-то говорил, ни в коем случае не бери. Вот те, кто говорили, ни в коем случае не бери, оказались правы, потому что он не только никак не помогал нам вот эту революцию совершить. По сути, мы совершали революцию, и вы это знаете, мы переходили с финансирования 22 миллиона долларов на финансирование 4-5 миллионов долларов. И это был вообще другой шаг. Новые футболисты, новая идеология, новое все. Мы рассчитывали на его помощь, а он не только нам не помогал, он откровенно решал, я не побоюсь этого слова, понимаю ответственность, он решал задачи по саботажу, решал личные задачи, никак не связанные с задачами клуба, его болельщиков. Это важно. Я считаю, он нас просто предал, подвел и предал. Поэтому у меня к нему личная неприязнь, и я ее не скрываю. Скажите, а вот все вот эти события с вашим увольнением, судом и так далее, как отразились на имидже клуба, на имидже футбола в Ак-Тубе? Ведь не тайно ни для кого, что наш город считается в Казахстане самым футбольным, самым таким фанатским сектором лучшим и так далее. Что вот в этой ситуации происходит? Смотри, в этой ситуации, Владимир, на самом деле все немножко отличается от того информационного поля, которое имеется. И я же хожу по городу, общаюсь с людьми. Ко мне каждый день подходят 3, 5, 10 человек, жмут руку, желают успехов, интересуются здоровьем, делами и так далее. Люди прекрасно понимают, что мы хотели сделать, что мы делаем. А что касается всей этой шумихи, она спровоцирована только конфликтом интересов. Ну поймите, это же очевидно, когда годами и в футбольном клубе Ак-Тубе, и во всех других, ну не во всех, а во многих других клубах, можно сказать, бесконтрольно, безнаказанно осваивались десятки миллионов долларов. И вдруг приходит некий человек, который показывает, что можно сделать то же самое за 4-5 миллионов долларов, да еще и футболистов развивать, да еще и подключать местных. Вот в этом году все говорят, вот в Атераоса, матью, с Атераоса игралось только местных футболистов. А кто из них появился в этом году? Никто. Они все появились там в 16-м году, ну или в те времена, когда еще был лимитчик, и поэтому они вынужденно появились. А все остальные с 16-го года никто не появился. Мы же не можем считать большим приобретением подписание актюбинского футболиста Шурыгина, которому 30 лет там, при всем моем уважении, личном и симпатии к этому парню. Все понятно. У нас остается буквально одна минута. Хочу вас спросить, зачем вам нужно, зачем вы остаетесь в казахстанском футболе? Понятно, что вы гражданин другой страны, могли бы спокойно после всех этих не очень приятных событий отправиться, значит, за рубеж, но вы остаетесь здесь. Зачем? Вы знаете, это очень хороший вопрос. Я вам даже за него благодарен. Не все в жизни меряется деньгами. Я вижу, общаюсь и знаю чаяния простых болельщиков футбольных во всех городах. Я же практически везде был. Их всех не устраивает вот эта система координат, в которой нет футбола, есть иллюзия футбола. Люди хотят настоящего футбола. И я хочу им дать шанс на настоящий футбол. Я хочу дать шанс обычным казахским пацанам, которые бегают, чтобы они имели возможность стать футболистами. Сейчас они этого лишены, к сожалению. То есть, Борис Зайдин? Ну, можно сказать и так. Спасибо большое за ваши ответы. Вам спасибо большое. Спасибо, что с нами были. Благодарю вас. Сегодня у нас был в гостях Дмитрий Васильев. Всего доброго. Всем пока.